Синьор И играл на своей шарманке Что такое шарманка? О, это такой красивый деревянный ящичек С маленькой железной ручкой Если эту ручку покрутить То чудесный ящичек сам начинал играть Да-да, вот послушайте Карло ходил из города в город Играл для сеньоров и сеньор И пел прекрасные итальянские песни Когда шарманщик заканчивал свой концерт Люди бросали ему в шляпу медные монетки И Карло со своей шарманкой шагал дальше Так он и жил, пока не состарился Его прекрасная шарманка сломалась А старый Карло ютился теперь В крохотной комнатке под лестницей старинного дома Такую комнатенку называют коморкой Единственным украшением его коморки Был красивый очаг А проще сказать, печка Но этот самый очаг И пылающий в очаге огонь И котелок, кипящий на огне Были не настоящие Все это было нарисовано На куске старой занавески И прибито гвоздями к стене Кто знает, что бы стало с одиноким Карло Но вот однажды Однажды Его давний знакомый, которого звали Джузеппе Сизый Нос Этот самый Джузеппе Подарил старому Карло Что бы вы думали? Обыкновенное сосновое полено Деревянную чурку Другой бы сказал Ну, тоже мне подарок Но Карло был рад и такому Только вот что с ним делать Сделаю-ка я вот что Вырежу из этого поленца Деревянную куклу И Карло начал ножиком вырезать из полена Сначала голову, потом волосы Но едва он успел сделать глазки Как вдруг Ой! Глазки раскрылись И уставились на него Карло, конечно, испугался Прям чертовщина какая-то Тем временем руки Сами собой выстругали щечки и нос Но маленький аккуратный носик Вдруг вытянулся И стал длинным и острым, как шило Эй, нет, так не пойдет Надо его укоротить Карло начал срезать у носа кончик Но не тут-то было Нос вертелся, вывертывался Так что Карло чуть не порезал свой палец Тьфу ты, ну что за вертлявое полено такое? Так и остался этот нос Длинным-длинным, любопытным, острым носом Но чудеса Еще только начинались Едва был вырезан ротик Как он тут же открылся И... Хи-хи-хи-хи Хи-хи-хи-хи-хи Эй, сеньор поленца Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи Ты чего расхихикался? А? Ты знаешь, что смех без причины Признак дурачины? Ха-ха-ха-ха! Я сеньор-дурачина! Ну, хватит. Ку-ку. Ах так. Ну, все. Работе конец. Оставайся с своим длинным носом, без ручек, без ножек и хихикай сколько хочешь. Ой-ой-ой, миленький, добренький Папа Карло. Я больше не буду. Не оставляй меня. Как? Как ты меня назвал? Папа Карло. У старого шарманщика трогнули руки и забилось сердце. Папа Карло. Никогда, никогда и никто его так не называл. А как же он хотел, чтобы хоть раз кто-то сказал ему... Папа Карло. А папа Карло, я уже давно не хихикаю. Ну, сделай мне ручки. О, теперь Карло немедленно секунды. Вмиг были готовы и туловище, и ручки. И вот деревянный человечек уже стоит на полу, покачиваясь на тоненьких ножках. Ну-ка, малыш, пройдись немножко. Скок, скок, скок. Человечек скакнул раз, другой и вприпрыжку побежал по комурке. Ого! О, неплохо, неплохо. Папа Карло, можно мне погулять? Нет, нет, рано тебе на улице. Ну, пожалуйста. Да ты знаешь, что улица не самое подходящее место для хороших мальчиков. Да? Да. Ты ведь у меня хороший мальчик. Я очень хороший мальчик. Ну вот. А какое место самое подходящее? О, это место называется школа. Школа? А что там делают? Играют? Ну, нет. В школе дети учатся читать, писать, считать. Ух ты! А зачем? Ну, если будешь учиться в школе, станешь умненьким и благоразумненьким. Здорово! Идем скорее в школу, я стану самым умненьким и благоразумненьким. Ну, вот и договорились. Ну, идем же. Нет, нет. Сначала мы тебя приоденем. Не идти же нам в школу без штанишек. Папа Карла быстренько смастерил из старых тряпочек курточку с карманчиком и ярко-зеленые штанишки. А из старого носка сделал колпачок с кисточкой. На столе у Карла лежал осколок зеркала. Деревянный мальчик глянул в него и увидел свой длинный острый нос и рот до ушей. Ой, какой же я красивый. Да. Ну, все. Теперь можно идти в школу. Постой, постой. Вот придешь ты в школу. Ага. А учитель спросит, как тебя зовут? Меня зовут очень хороший мальчик. И еще красивый. Нет, нет. У каждого должно быть свое имя. Имя? Да. Вот меня зовут Карло. Папа Карло. Ну, пусть так. А тебя мы назовем... Как? Эх, знал я когда-то одно семейство. Всех их звали одним именем. Буратино. Всех? Отец Буратино, мать Буратино, дети тоже Буратино. И все они жили весело и дружно. А в школу они ходили? Конечно. Ну что? Согласен. Тинно-тинно, Буратино. Тинно-тинно, Буратино. Тинно-тинно, буратино. Эх, собрались в школу, а самого главного-то у нас нет. Ой, чего это? Сейчас узнаешь. Подожди-ка меня здесь. Карло накинул на плечи свою единственную старую куртку и поспешил на улицу. А Буратино тут же подбежал к очагу, сунул свой длинный нос в нарисованный котелок и, конечно, проткнул в котелке дырку. Ой! Буратино заглянул в дырочку и разглядел какую-то дверцу, всю покрытую густой паутиной. Если бы Буратино умел считать, он бы подумал, что дверцу не открывали сто лет. У-у-у! Тут какая-то тайна! Буратино уже хотел расковырять дырку пальцем, но тут в коморку вошел Карло. На нем почему-то не было его единственной старой куртки, зато в руках у него была новая красивая книжка. Что это? Это азбука! Азбука! По этой книжке ты будешь учиться читать и писать. Здорово! Ой! Папа Карло! А где же твоя куртка? Куртка? Ага, да я ее продал. А зачем? Разве она тебе не нужна? Да ладно! Без куртки я как-нибудь проживу. А вот без азбуки тебе не прожить. Вот, выучишься и купишь мне новую куртку. Папа Карло! Я куплю тебе много новых курток. Ну, спасибо, малыш. Ты добрый мальчик. А теперь бери свою азбуку и вперед. И вот Буратино и папа Карло отправились в школу. Они уже почти дошли до цели, но тут папа Карло встретил старого знакомого. Пока они разговаривали, Буратино оглядывался по сторонам. И вдруг неподалеку грянула музыка и раздался громкий голос. Эй, сеньоры и сеньорины! Мальчики и девочки! Спешите! Спешите! Кукольный театр Карабаса-Барабаса! Только одно представление! Вы увидите замечательную комедию! Кемочка с голубыми волосами! Или тридцать три подзатыльника! Ух ты! У Буратино даже нос зачесался. Так ему захотелось попасть на кукольное представление. А как же школа? Эх, ну школа же! Она же никуда же! Не уйдет же! И Буратино вместе с новой азбукой бросился туда, где уже толпился народ. Кукольный театр помещался под большим полосатым куполом. У входа стояла толстая сеньора, а рядом какой-то рыжий мальчишка. Буратино хотел прошмыгнуть мимо, но сеньора загородила ему дорогу. Эй, мальчик, ты куда? Я? На представление! А билет будешь брать? Конечно! Ну тогда плати четыре сольда. Четыре... Чего? Сольда, сольда, сольда. Четыре медных монетки. А где их берут? Как где? В толстом кошельке, конечно. Да, вот так история. Буратино призадумался, где же взять эти самые сольда. А представление вот-вот начнется. Что же делать? И тут к нему подскочил рыжий мальчишка. Эй, малыш! Тебе, кажется, нужны четыре сольда? Очень, очень, сеньор. Эх, жалко мне тебя. Ну ладно уж, так и быть. Вот тебе твои сольда. Ой! Бери, бери! Ой, спасибо, сеньор. Помни мою доброту. А ты так уж и быть отдай мне взамен, ну, хоть вот эту, княжонку, что ли. Как? Это же азбука. С буквами, с картинками. А, ну, не хочешь, не надо. Давай мне мои четыре сольда и смотри свои картинки. А я пойду смотреть кукольное представление. Ах, как же не хотелось отдавать чудесную азбуку подарок папы Карло. Но разве можно было не увидеть прекрасную комедию про тридцать три подзатыльника? Нет, лучше уж снова стать поленом. И Буратино дрожащими ручками протянул мальчишке милую азбуку. Потом схватил билет, влетел в зрительный зал и уселся в кресло. Представление уже началось. На сцене стоял печальный человечек по имени Пьеро. Этот самый Пьеро почему-то очень мучился из-за девочки с голубыми волосами, которую звали Мальвина. Другой человечек, очень веселый, по имени Орликин, дубасил печального Пьеро то по спине, то по затылку. Это и были те самые тридцать три подзатыльника, ради которых Буратино продал свою азбуку. Веселый Орликин дубасил Пьеро так ловко и смешно, что зрители в зале смеялись до слез. Но деревянному мальчику Буратино почему-то не было смешно. Наоборот, с каждым новым подзатыльником он все больше возмущался. Ух, ну что он все хнычит, этот Пьеро? Я бы уж давно врезал этому Орликину дурликину по башке, чтобы искры из глаз посыпались. Наконец, где-то на двадцать втором подзатыльнике Буратино не выдержал. Он выскочил на сцену и крикнул. Ах ты, мерзкий Орликишка-замухрышка! Ты чего прислал к человеку? Чего? Да ничего! Сейчас как треснул! Ты что, с ума сошел? Кто я? Ну все, сейчас ты у меня получишь. Да тихо ты, тихо! Сейчас мы все получим из-за тебя. От кого это? Сейчас узнаешь! Со сценой раздался звук, похожий на выстрел. Что это? Плетка! Послышались тяжелые шаги. Все куклы замерли от ужаса. Идет! Кот! Кто это? Барабас! Барабас! И вот на сцену вышел лысый толстяк с выпученными глазами, толстыми красными губами и длинной черной бородой. Такой длинной, что она путалась у него под ногами. Толстяк широко улыбался, но при виде этой улыбки все куклы почему-то затряслись, а одна кукла упала в обморок. Карабас-барабас подобрал свою бороду рукой и ласково спросил. Ну что, мои куколки, мои славненькие вродцы! Почему же мы не танцуем? Почему мы не поем? Что случилось? И тут он увидел Буратино. Буратино! Ах, вот оно что! У нас гости! Ну-ка, долгоносик, пойдем-ка со мной, мы с тобой поговорим, я тебя угощу кое-чем. И он крепко ухватил Буратино за шиворот. А с вами, мои милые карапузики, я потом поговорю. Почтеннейшая публика, представление продолжается! Как только Карабас оказался за сценой, его широкая улыбка мигом исчезла, глаза еще больше выпучились, губы затряслись от злости. Он так тряхнул Буратино, что у того чуть голова не отвалилась. Ой, потише, сеньор! Вы порвете мой костюмчик! Ах ты, длинноносая козявка! Чурка ты еловая! Сосновая! Молчать! Как ты посмел выскочить на сцену? Ты же чуть не сорвал представление! Понимаешь, ты дубовая голова! Сосновая! Ах так! Ну, держись! Сейчас я тебя угощу по твоей сосновой спине! Карабас сорвал со стены здоровенную плетку и щелкнул ею. Ой! Да! Такой плеткой пополам перешибить можно! Буратино закрыл глаза и стал прощаться с жизнью. Но тут Карабас взглянул на свой очаг. Этот очаг был настоящий, а не нарисованный. И в нем горел настоящий огонь. Карабас заметил, что огонь в очаге вот-вот погаснет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А дров-то у меня больше нету! Ну, ни одного проклятого полена! И тут Карабас взглянул на Буратино. О! Да вот же оно! Прекрасное сосновое полено! В колпачке и зеленых штанишках! Ну что ж, долгоносик, я передумал. Я не буду угощать тебя плетью. Спасибо, сеньоры! Да не за что! Я придумал кое-что получше. Сейчас ты полетишь, да-да-да, полетишь прямо вот в этот очаг. Прямо в огонь! Сеньор, вы шутите? Я? Ну, конечно, конечно, шутите! Ты уверен? У-у-у, еще как! А почему? А я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг, и только проткнул в нём дырку. Как это? А вот так. Очаг и котелок над огнём были нарисованы на куске старой... Тихо! Где, 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 где этот самый... Котелок? Ну да, ну да, ну да. Но где же он, этот котелочек? В коморке моего папы. В коморочке? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Твоего папочки? Ну да. Хе-хе-хе. А как зовут твоего дорогого папочку? Папа Карла. Так значит, это в коморке старого Карла находится потайная... И тут Карабас быстро зажал себе рот кулаками. У-у-у, догадался Буратино, здесь какая-то тайна. А Карабас снова растянул рот до ушей и сказал... Милый мой мальчик, ты не ошибся. Ну, конечно же, я пошутил. Я и не собирался бросать такого хорошего мальчика в этот гадкий огонь. Это была шутка. Хе-хе-хе-хе. Ну ладно. Ладно, беги скорее к своему папочке Карла. Передай ему привет от его старого друга Карабаса-барабаса. И скажи ему, чтобы он получше присматривал за своей коморочкой и особенно за нарисованным очагом. Понял? Ага. Молодец. А чтобы вам с папочкой не было скучно, вот тебе, дружок, пять золотых монет. Вот. Бери и ни в чем себе не отказывай. Сеньор, а можно на эти пять золотых купить новую азбуку? Да на эти денежки можно купить сто новых азбук. А новую куртку для папы Карла? Ну, хоть десять новых курток и пару штанов придачу. Ой, спасибо, сеньор. Вы такой добрый. Хе-хе-хе. Ну, беги, беги, дружок. Обрадуй своего папочку. И пусть бережет свой нарисованный очаг, никому о нем не рассказывает. У-у-у, в третий раз подумал Буратино. Теперь я точно знаю, за этим очагом есть какая-то тайна. Счастливый Буратино бежал домой в коморку папы Карло. В карманчике у него звякали пять золотых монет. Подарок Карабаса-Барабаса. Вот папа Карло обрадуется. Но тут впереди показались двое нищих. Хромая лиса Алиса и слепой кот Базилио в зеленых очках. Они брели по пыльной дороге и оглядывались по сторонам. Лиса Алиса сразу заметила Буратино. Ой, кого я вижу, Буратино. А куда это ты так спешишь? Домой к папе Карло. Ах, бедный папа Карло. Нелегкая у него жизнь. И никто ему не поможет. Да как это никто? А я? Ну, чем же ты можешь помочь? Ты ведь у нас тоже бедненький, Буратино. Я? Я бедненький. А вот это вы видели? Ну, конечно. Вы уже догадались. Буратино достал из карманчика пять золотых монет и показал их новым знакомым. Эх, нашел кому показывать. Слепой кот тут же рванулся к денежкам, но лиса была на чеку. Котик, убери лапы. Ну что, завидно, а? Ах, Буратино, жаль мне тебя. Меня? Бедняжка ты наш. Ну, чему тут завидовать? Ну, что такое пять золотых? Маленькая горсточка монеток. Правда, котик? А, и вот если бы мешок... Хе-хе, мешок, у вас и горсточки-то нет. Правильно. Хе-хе, но зато, зато мы знаем такой секрет. Секрет? Ага. Какой? Большой. Хе-хе-хе-хе. Ну, скажите. Э, нет. Ну, что вам жалко, что ли? А ты никому не расскажешь. Ну, вот еще. Что, и девчонка, что ли? Ну, ладно. Так и быть. Слушай. Мы с котиком знаем, как из маленькой горсточки монет можно сделать целую кучу денег. Кучу? Ну, да. Если ты нам не веришь, мы можем и не рассказывать. Да нет, верю, верю. Ну, так вот. Есть тут неподалеку одно маленькое государство. Называется Страна Дураков. Да тут рядом, рядом. Пять минут ходьбы. А в этой стране есть одно чудесное местечко. Его так и зовут Поле Чудес. А теперь самое главное. Если в лунную ночь на этом поле выкопать ямку, положить туда пять золотых, засыпать землей, полить водой и сказать три заветных слова Крекс, Фекс, Пекс. Если сделать так, то к утру на этом месте вырастет дерево. А на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Так вот и вижу это дерево. Сеньоры, а чего мы ждем? Быстрее в Страну Дураков. Котик, мы идем? А что делать? Деваться некуда. Ах, Буратино, ну какой ты настойчивый! Ты нас уговорил? Мы согласны!